Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем серию видеоуроков по программному обеспечению Z-Lab. Тема пятого урока – просмотр сигналов. И поможет нам в этом вот этот замечательный сейсморегистратор. Сейсморегистратор способен почувствовать колебания почвы, даже самые малые, вызванные шагами людей, работой механизмов, машин, а также землетрясениями. Но как посмотреть сигналы, полученные с этого сейсморегистратора? Для этого в составе программного обеспечения Z-Lab есть программа многоканальный сейлограф и сейсмограф. Программа многоканальный сейлограф проще в освоении и в интерфейсе, но она показывает до 8 каналов, в то время как программа сейсмограф более функциональна и может работать с десятками и сотнями подобных сейсморегистраторов. Посмотрим на эти программы подробнее. Программа многоканальный сейлограф находится во вкладке «Отображение». Чаще всего она используется для проверки работоспособности датчика. Сейчас она показывает 3 канала с датчика ускорения. Если мы легко потрясем сейсморегистратор, то мы увидим эти колебания на графике. Программа сейсмограф также находится во вкладке «Отображение». Она имеет 3 режима «Отображение». В стандартном все графики рисуются на одной сетке, но мы видим, что ось Z имеет смещение в 10 метров на секунду в квадрате. Это ускорение свободного падения. В этом режиме удобно сравнивать колебания по разным каналам. В режиме «Раззарение на графике» каждый график рисуется в своей сетке и максимально отмасштабирован, чтобы можно было удобно смотреть на форму колебаний. В режиме «Сейсмограммы» каждый график рисуется на своей линии, но они все имеют одинаковый масштаб. Это удобно, когда мы имеем дело с сейсмическими данными, собранными в сотни разных источников. Программа «Сейсмограф» также позволяет легко выбирать каналы по группам, сформированным по именам каналов и по их единицам измерения. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...